Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового! И сегодня я буду снимать видео, которое должно было, наверное, снять уже года как два назад, потому что сегодня я отправлюсь в Галамарт, куплю себе кучу косметики оттуда и протестирую ее. На самом деле я без малейшего понятия, будет эта косметика хорошая или плохая, но вы так часто просили меня ее проверить, что я поняла, что больше от этого отлынить я не могу. Поэтому сегодня мое честное мнение насчет этой косметики вы узнаете в этом видео. Но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал, тык, включай в себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить, а мы начинаем! Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Так, я его нашла, осталось убедиться, что в этом Галамарте есть косметика, потому что если ее нет, то это будет... Смотрите, какой коротый маленький фен, он такой странный. Эти стразы я могу прилепить на мое лицо. Это самая странная хрень, которую я только видела. У него как бы в заднице личинки. Вам не кажется, что эти тени выглядят подозрительно? Как-то уж больно-больно плохо, слишком плохо. Возьму. 1250 рублей за косметику из Галамарта. Выбирайте, 1250 рублей! Они, между прочим, на дороге не валяются, деньги вообще редко на дороге валяются. А если бы увидели деньги, которые валяются на дороге, бы вы их взяли? Давайте для начала небольшой анбокс, покажу вам, что я вообще накупила еще раз. Вот такие вот блестяшки, потому что сегодня я хочу сделать необычный макияж, ну то есть максимально необычный. Накладные реснички. Гелевая подводка. Помада-карандаш, то он 03. Туша-карандаш для брови. Пятицветные тени изумительных голубых оттенков. Будем сегодня повторять. Макияж из эйфории. Эйфория. Чем бы повесился. Тени-пудры плюс жидкие тени. И тоже почему-то синие, потому что другого нет. Даже подсветку сегодня сделаю синюю, а не розовую, как обычно. Тональный крем. Is good for your face. Good is my English. My English is yes. Yes. Смотрите, какие прикольные керлеры мягкие. И румяно-компактный. И двухцветная матовая жидкая подвода. Без понятия, что это. Короче, как вы понимаете, сегодня вещей будет много. Так что давайте без лишних слов. Я сломала румяно-компактные. С высоты, ну вот такой вот небольшой высоты. И она просто упала, и она разломалась на две части. Качественный контент. Поставь лайк и подпишись на канал. Тон 01. Светлый. Пока все выглядит цивильно. Если бы рядом сидела тихо, она бы сказала, что это запах старой бабки. Но я так не скажу, потому что я уже сказала. Знаете, на что это похоже? Это похоже на глиняную маску. Фигово распределяется. Фигово. И блестит так, как будто только что из баньки вышло. Желание одно, убрать запах. Желание второе, хотя я сказала, что одно это пудра. Но пудры нет, здесь не было пудры. Там не было пудры, о боже, там не было пудры. Если вы не знаете, как выглядит отчаяние, то выглядит оно как бы так. Карандаш для ресниц. Для бровей. Uni Look Collection. Пафосно. И золото с черным. Это как бы значит, что деньги. Но карандашик выглядит хорошо, и я почему-то думаю, что с карандашом будет все хорошо. Только вот я покупала карандаш для бровей коричневый, а он, дорогие мои друзья, он черный. Well, I don't know. Такого у меня в жизни не готовила. Но карандаш хороший. Ладно, это не самый плохой карандаш в моей жизни. Сам карандаш нормальный, но скажи, пожалуйста, а кто-нибудь вообще пользуется чисто черным карандашом? Потому что я бы им стрелку нарисовала, но... Брови? Он тупо черный. Черный, как сама ночь. 142 рубля, учитывая, что сюда еще входит тушь. Очень дешево. В процессе окрашивания этой брови я поняла, что любое прикосновение к моим бровям чревато тем, что брови просто стираются. И если мы сделаем так, то у нас останется на пальчике это. Вот так вот будет выглядеть ваша бровь. Многозначительно промолчу. Тени из My Choice. Ну, цвета теней, конечно, изумляют просто своим набором, честно. В принципе, можно сделать что-то прикольное, надеюсь. Господи, как они открываются. Пронесло. Вот так, короче, они открываются, если вдруг что. Кстати, вы пользуетесь косметикой из Галамарта? Пробовали что-то? Расскажите, вам понравилось или не понравилось. И да, это уже не первое видео с проверкой косметики, поэтому посмотрите мой плейлист, когда смотрите это видео до конца, вы найдете много прикольной косметосины. И напишите мне потом еще, какую косметику проверить следующую. Господи, чуть не уронила тени. Чуть инфаркт не словила. До такого момента, блин, позавидует любая хорошая косметика, дорогая. Очень хороший фигмент внезапно оказался. Попробуем в растушевку. Забудьте, что я только что сказала. А еще у меня появилось очень странное ощущение над этой бровью, если у меня сейчас выскочит аллергическая реакция. Я не знаю, что сказать, потому что я реально чувствую неприятное жжение. Вот так вот выглядят тени на глазах. В принципе, если честно, то это не на супер-мега плохо. По крайней мере, это явно лучше, чем тонны, лучше, чем брови. Хотя бы эти тени можно иметь в виду, если вдруг, ну, зачем-то нужны именно синие тени, особенно если они нужны не на повседневную носку, а типа один-два раза попробовать, можно себе позволить. Ну, надеюсь. До меня только сейчас дошло, когда я докрасила второй глаз, что у меня, короче, брови супер разные стали. Я не поняла, что произошло, потому что я вообще не поняла. Видимо, может быть, за счет того, что я все-таки с пальцем прикоснулась к одной из брови, она у меня по какому-то месту пошла. Но это просто жесть, и я их не могу выправить. Я их просто не могу выправить. Это нифига не растушевывается. При этом на пальцах остается все. Вот, пожалуйста, видите? Надеюсь, что тут черная. Но щеткой нифига не распределяется. Я не знаю, что делать с этим бровями. Может, попробовать их кистью хотя бы вот так вот растушевать. Ну, типа, нифига. Просто нифига. Я не могу понять, что с ними сделать. Что за бредовый макияж? Мне кажется, на моем канале ничего хуже не было. Даже какие-то видео из серии Кот управляет моим макияжем, это не настолько плохо выглядит, как выглядит вот это. Поэтому я решила добавить еще синих теней. Выгляжу как труповозка какая-то. Есть вещи, в которые я не верю. На самом деле их много. Но сейчас у меня тут подводка. И я не верю, что этой подводкой я смогу нарисовать нормальные стрелки. Стрелки это, в принципе, проблемы нормальные. Но с этой подводкой, мне кажется, вообще жесть. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Здесь у нас была вот такая вот подводка. В принципе, в форме она достаточно стандартная. И... Просто умоляю, скажите, это же не отпечаток пальца чей-то? Если что, это не мое. Я просто открыла и сразу это заметила. Блин. Чего? Подводка с виду обычная. Такая подводка аналогична у того же Beauty Bomb. Есть, кстати, у меня есть обзоры на Beauty Bomb. Знаете, в чем эта штука? Она в клею. И вы скажете, ну да, как бы, конечно, она в клею. Она же защищает. Но нет. У меня теперь пальцы в клею. Кисть в комплекте. Блин. Реально, смотрите. Видите? Вот. Все. У меня все пальцы в клею. Алло. Сначала проверю на руке. О. А мне понравилось, кстати. Внезапно. Но что-то пока мне нравится. Может быть, она даже хорошая будет. Слушайте. Туда можно и клей, простите, и отпечаток. Слушайте, я не верю, что это говорю, но мне понравилась эта подводка. Просто. Просто что? Она реально неплохая. Она, правда, очень и очень неплохая. Рецовала специально такую большую широкую стрелку, потому что я думала, что здесь вообще шансов нет, что-то другое сделать. Но нет, вообще офигенно получилось. Мне понравилось. Прям удобно. У меня, конечно, хорошая кисть, но тут реально даже не в кисти дело, сколько в самой подводке, потому что она прям прикольная. И она очень позволяет легко что-то такое странное рисовать. Короче, вот это топово было только что. Короче, эта гелевая подводка стоит 119 рублей, и она реально хорошая. Несмотря на то, что вот коробка была очень пугающая, но она реально хорошая. Если бы я изначально не так схептически отнеслась, а это каясь моя ошибка, и я дальше не буду ее совершать, были бы гораздо лучше стрелки, потому что рисовать их реально оказалось достаточно приятно и удобно, и вообще мне нравится. Выглядит очень прям здорово, и ничем не уступает, ну, другой косметике такого рода. Ладно, теперь давайте кюрлер. Кюрлер откроем. Кстати, выглядит он вот так вот, и дизайн у него очень приятный. Вот так вот он выглядит, очень симпатично, и вроде выглядит достаточно прикольно. О, блин! Вот эту штуку не надо покупать, она острая, она вот здесь вот острая. У меня есть подобная штука, блин, не могу сейчас ее найти, она где-то валяется, хрен дешево. Короче, вот эта вот фигня здесь, она реально острая, и я сейчас, когда защемила себе ресницу, я поняла, что я чуть не продурявила себе целый глаз. Вы прикиньте, она настолько острая и не крутая, я это просто сразу убрала, потому что это тупо небезопасно. Если ты кюрлером зажимаешь себе вдруг ресницу, ничего страшного, с тобой не происходит. Да, неприятно да больно, но это ок. Но здесь реально можно до крови расторапать, она супер острая. Фу! Тушь. Ну, не считая того, что она очень странно достается, потому что эта штука явно не снимает лишнего. В принципе, тушь как тушь. Попробую. Тушь выглядит полностью нормальной, и она хорошая, и уж учитывая, что она идет в комплекте с этим прекрасным карандашом для бровей, она просто шикарная. Вот. Единственное, что мне не нравится, это запах клея ПВА, но я думаю, что это просто странная отдушка, и вряд ли эта тушь имеет в составе клей. Мне очень не хватает пудры. Фак, ну почему нет пудры? Это такой бред. Она реально здесь очень-очень нужна. Ладно, тушь тоже нормальная, как и подводка. Можно ей пользоваться. Более чем ок. Также у меня есть вот такие вот мерцающие тени пудры, я без понятия, что это, но я думаю, что это будет какая-то блестящая штука, которую можно нести на верхнее или на нижнее веко. Давайте посмотрим вместе. Первый раз будет увидеть. Выглядит прикольно, но когда я ее открыла, половина этих теней пудры свалилась мне на мой рабочий стол, вы не увидите. Но, короче, он весь засран теперь этой штукой, потому что если будете покупать, так не делайте. И вторая. В принципе, выглядит прикольно, очень классно, блестято. Думаю, сами все видите, комментировать не буду. Единственное, почему-то в упаковке оно смотрелось как сине-серое, а здесь оно выглядит как чисто зеленое, и это мне непонятно, потому что на упаковке оно реально голубое. Мне больше понравились тени, которые на этой странной лопате. Несмотря на то, что они опять украли мне половину моего рабочего стола, я их нанесу на верхнее веко и посмотрим, что будет. Вообще огонь! Это огонь, официально, зеленый огонь. Выглядит очень-очень круто. Вообще охренительно круто выглядит. Просто писос, это очень крутая фигня. Нет, этим я буду определенно пользоваться, потому что такой продукт, вообще его найти днем со днем, я надеюсь, посмотрите, насколько круто это выглядит. Это просто огнище, просто огнище. Господи, как меня бесят мои брови, которые все испортили. Вот так достались они в этот раз. Ты мне понравился, за что ты так со мной поступаешь? Сейчас я докрою, покажу вам, что у меня на столе. Вот, я думаю, надеюсь, вам видно все. Это вот так вот выглядит. Просто открывая коробку, не более того. Но сама эта штукенция просто охренительная. Охренительная! Это один из моих террорубимых продуктов. По крайней мере, по внешним свойствам так наверняка. Уж слишком круто выглядит. Как мне не хватает пудры? Придется снова взять тон и вот лишнее просто подтирать тоном. А тон просто отвратительный! Отвратительный тон! Прикиньте, как бы эти глаза могли классно смотреться, если бы был нормальный тональник. Влажные мечты. Стразики охрененные, ребята! Просто бегите в Галамарт, покупайте себе вот этот набор. Блин! Короче, которые вот так вот выглядят. Это просто лучшие стразы. У меня дохрена страз, в том числе какие-то супердорогие там из Кореи. Но ни одни настолько круто не крепятся, ни одни настолько приятно не фиксируются. И вообще, вы знаете, я вообще в шоке просто в полном. Ну, скажите же, что это просто офигенно выглядит. Ну, типа реально. Прям максимально на трассу с таким макияжем можно пойти и, в принципе, поднять баблишек, чтобы потом купить себе косметику от Шанел, например. Передаю привет моему братишке Хути. Также есть накладные реснички. Вот такие вот накладные ресницы. У них в комплекте клея не было, так что клей я буду использовать мой. Я их пытаюсь достать, пока не получается. Держу в курсе. Все еще не получается. Достала. Вот так вот они выглядят. Я к этому макияжу изначально подобрала специальные реснички со стразиками. Мне кажется, они должны быть прикольными. Потому что по размеру они, в принципе, самое то. На обычный такой европейский глаз, славянский, мне кажется, прям то, что надо. Пожму их чуть-чуть, чтобы они были более круглыми. И отложу в сторонку. Пока реснички впрямляются, я предлагаю, может быть, воспользоваться вот такими вот румяными. Здесь два оттенка. Один более коричневый, второй прям розоватый. Но я уверена, что к этому макияжу они не подходят. Поэтому нанесу буквально совсем каплю, просто тупо, чтобы проверить пигментацию. И она вполне себе неплохая. Румяна официально неплохие. Посмотрите, я набавила просто какую-то микроскопическую каплю, как она дала пигментированный оттенок. Очень круто. Как начиналось-то, да, все плохо? И как до этого дошло? Вот так это выглядит. Я даже не буду второго клеить. Я это сейчас сниму, потому что абсолютно нулевой эффект. Никакой разницы между этой и этой ресницей нет. Они просто очень жаль, конечно, но они слишком короткие. Они совершенно непонятные. Страз на них не видно. И, короче, ресницы фуфло какое-то, честно. Может быть, кажется, на нижней попробовать их набегарить? Но на нижней это, наверное, совсем не та история будет, да? Ну да, для нижних они слишком, конечно, огромные. Остается парадукт последний. Достаточно интересный. Помада матовая, жидкая, двухцветная. Хрен знает, что такое. Вот так вот это чудо выглядит. Здесь есть даже зеркало. Это прикольно и очень необычно. И не совсем неудобно. А, слушайте, а прикольно вообще. Снимаешь эту штуку, тут у тебя зеркало. А здесь у тебя целых две помады. Раз и два. Ну, я думаю, что сюда все-таки сиреневая больше подойдет. Или розовая нормально будет. Сиреневая или розовая. Ну, с розовой вы меня миллион раз видели. Сиреневая еще нет. Поэтому давайте намажем сиреневый прикол ради. Ммм, что-то пока как-то нравится. Даже смотреть буду в это зеркальце. О-оу. Это круто. Ладно, нахрен это зеркало. Само нам уже сейчас губы. Не, ребят, это очень неудобная фигня. Абсолютно неудобно. Помада сама все неплохая. Она яркая, она пигментированная. И она, да, она быстро схватывается. Но нанести ее той штукой, это абсолютное извращение какое-то нереальное. Итак, какой мой вердикт? Косметика внезапно неплохая. И некоторые вещи я даже могу вам посоветовать на полном серьезе. Особенно мне понравилось вот это. Вот это. Вот это вообще огонь. И румяна еще очень неплохие, но цвета специфичные. Еще очень неплохая была тушь. Все остальное, ну, такое себе. Помада тоже прикольная, но только если, конечно, не этой фигней пользоваться. В общем, как-то так. А еще я вспомнила, что вы меня просили в одном из моих предыдущих видео, чтобы я потом показывала вам конечный результат в течение дня. И так вот, прошло где-то часов 5 с момента, как я сделала этот макияж. И, как видите, все на месте. За исключением того, что немного здесь эта помада подсъелась и высушила мои губы. Но в целом все норм. Правда, стрелки уже стали более блеклые, но как бы ничего не осыпалось. И, в принципе, все на месте. Но брови, брови все так же вот пятнят. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайки и смотрите мое предыдущее видео из серии с обзором косметики. Я хочу показать вам мой самый типичный вечер. Хочу сделать уютное видео. И поэтому я очень надеюсь, что оно вам понравится. Беспроводный просто хлам. Кот, который затерялся на этой свалке просто. И я, здравствуйте, с проливным чаем. Субтитры сделал DimaTorzok